Наша свобода проявляется в том, за кем мы идём. Вот это наша свобода – выбрать, за кем идти. Но мы не можем идти первым. Это иллюзия. Когда я думаю, что я пойду первый, и все пойдут за мной, вот она самая большая иллюзия, которая может быть в этом мире. Я всегда иду за кем-то. И моя свобода выражается в том, выбрать, за кем идти. И идти за тем, кто свободен. Поэтому мы идём за Господом Читания. Мы идём за Шилы Прохупаты. Они открыли нам эти двери, они свободные. Мы свободны. Вот она, внутренняя причина явления Господа Читания. Никто иной, как сам Кришна, явился для того, чтобы понять вот это уникальное явление, как любовь. Чем больше мы что-то не понимаем, тем больше мы об этом говорим. Это парадокс материального мира. Поэтому каждый человек всё время использует слово «любовь» как-то в своей обыденной речи. Но никто не может понять, что это. И не может понять, и правильно, что не может. Даже Господь не может понять, что такое любовь. Поэтому Он специально приходит. Специально приходит сюда, чтобы в этом разобраться. Даже у Него это вызывает проблемы. Звучит, конечно, непонятно для нас. Но даже Ему не разобраться, что такое любовь. Настолько это уникальное явление. Представьте себе, что это за энергия такая, любовь, что своему Богу хочется понять, что же такое на самом деле, есть ли у Него граница в любви. Отличается ли то, что испытывает в любви Господь, от того, что испытывают в любви преданные Бога. И Он хочет это понять. А мы одинаково ли любим? Господь так думает. Я, вот я люблю, а преданные, которые любят меня, они так же любят, как я? Или у них другая любовь? И Он хочет это понять. Потому что нет ничего интереснее любви. Изучать жадность? Фу! Изучать зависть? Фу! Зачем все это изучают? Надо изучать любовь. Вот тогда действительно становится интересной жизнь. Поэтому что уж говорить о нас. Нам тоже все это бесконечно интересно. Бесконечно интересно. Кришне вроде бы понятно, почему и за что Он сам любит все живые существа. Это объяснить очень просто. Даже человек любит то, что Он сотворил. Как только мы что-то сделали, нам это очень нравится. Всем нравится то, что они приготовили накопки. Поэтому даже рекомендуется, когда болеешь, самому себе готовить. Потому что начинаешь влечиваться. Так как всегда любишь то, что сам себе готовишь. А когда другие что-то приготовили, иногда подозрительно так смотрятся. Думаешь, это что вообще? Любовь или нет? Или тебя хотят отравить? Но когда сам себе приготовил, всегда нравится. Так и живые существа являются творением Господа. И естественным образом Ему это очень нравится. И у Него же эта логическая мысль появляется. Со мной все понятно. Я-то понимаю, почему я их люблю. Я же их сотворил. Но почему они меня любят? Почему они меня любят? И Ему очень хочется это узнать. И это причина явления Господа читателя. Он хочет понять. А они-то меня за что любят? Ну я-то понятно за что. Я же их сам сотворил. А они-то меня за что? Поэтому и мы тут все время об этом думаем. И Он все время об этом думает. И Господ Читания для этого пришел. И это великая тайна, которую мы все хотим разгадать. И она разгадывается. Явление Господа Читания в конце концов открывает эту тайну. Очень интересно. Вот это для всех удивление. И для Господа это удивление. И для нас это удивление. И один из способов Кришны понять, что такое любовь к Нему самому. Вот как раз и прийти в форме Господа Читания. Поэтому говоря, вот таким современным языком, это не что иное, как исследовательская миссия космического значения, которая удалась. Сам Господь смог увидеть, почему живые существа Его любят. И теперь мы тоже можем в этом разобраться. Мы свидетели этой уникальной космической миссии. Исследовательской миссии. Что же такое любовь? Это очень редко происходит. Господь очень редко такие миссии проводит. Уникальное явление. И мы можем быть свидетелями. Мы рядышком стоим. Господь проводит исследование любви. А мы просто рядышком стоим и смотрим. И это уникальная возможность наблюдать за этим. Поэтому говорится, что жители духовного мира стараются родиться здесь, в Калиюгу, чтобы поучаствовать в этих играх, Господа Читания. Потому что в духовном мире нет таких игр. Это уникальная игра. Поэтому будьте аккуратны с преданными, которые сидят вокруг вас. Возможно, они не просто так тут родились. Возможно, у них совсем другая задача. Они осуществили свою мечту посмотреть, как Господь проводит свои игры в этом материальном мире. Как он исследует любовь. И как это все удивительно проявляется.